Задать все интересующие вопросы, в каких условиях проходят срочную службу солдаты, чему обучаются, чем питаются и какие испытания ждут в будущем, побывать там, где живут сегодня сыновья. Большая экскурсия и долгожданная встреча родителей с новоиспеченными солдатами пока впереди. Сначала небольшое собрание. Командир лично познакомился с родственниками и близкими солдат, рассказал об истории и достижениях части, ответил на все вопросы. Таким образом у нас налаживается связь с родителями. Это очень замечательное мероприятие, очень актуальная тема. И мы, в свою очередь, найдя контакт с родителями, можем работать потом с личным составом. Мы со своей стороны, родители со своей стороны. Это очень здорово помогает в вопросах организации воинской дисциплины, правопорядка. О том, как служится молодому поколению, можно расспрашивать долго. Но лучше один раз увидеть. Арсений Ворончаков покинул стены родного дома всего две недели назад, но встреча с семьей очень долгожданна. Группа поддержки у рядового Ворончакова внушительная. Родители и маленькая сестричка. В крепких объятиях близких солдат находится недолго. Спешит рассказать об условиях быта и показать, где живет и спит, как питается и проводит свободное время. Я привыкла, когда к друзьям ездили в армию, у меня впечатление было такое, снаружи, когда находились, что это что-то очень суровое, аскетное. Ну, как-то так. Когда пришли сюда, ездили на весочке, ну, как дома. Я была вообще очень приятно поражена. Потом рыбки. Рыбки – это вообще шок. Как в армии рыбки. Ну, то есть, очень-очень порадовало. Еще очень порадовало то, что пришло письмо. То есть, такого от командира части. Потропно все расписали, что сын получает, какой паек на день, сколько чего. Чуть позже сам рядовой Арсений Ворончаков в нашей съемочной группе признается. Первые дни было немного боязно, а сегодня, спустя две недели пребывания в части, проведенное время считает удачным и продуктивным. Уже и в армейский ритм втянулся, и в коллективе обжился. Очень быстро привык, как ни странно. Я достаточно тяжеловатый, вот у меня смена обстановки, но здесь по распорядку, то есть, где-то примерно вот к пятому дню, ты уже четко знаешь, что сейчас будет. Всегда есть часы, всегда есть время, всегда есть дежурный, который тебя направит. Нам рекомендовали, в принципе, обращаться всегда к сержантам. Они нам как мамы, они нас все и подшиваться учили, и заправляться, застилаться. И вот, ну, они проводят с нами больше всех, наверное, по времени. В визитка есть, командиры, то есть, сразу дали визитку, по телефону, то есть, если что, можно позвонить. Сказали, что если вдруг сын не выходит на связь, то есть, без всяких вопросов, пожалуйста, звоните, вот телефон есть. Вот. Ребенок, когда звонит, тоже, он, в принципе, очень доволен. Говорит, мама, мне ничего не надо, все хорошо. Я говорю, кушать хватает? Да, все нормально, все. В день открытых дверей, казармы, комнаты быта и досуга, столовая, словом, все помещения полностью в распоряжении родителей. Обстановка, конечно, в армии не домашняя, но максимально к ней приближенная. К сожалению, благодаря вот этим всем фильмам, якобы смешным, там, типа солдаты и так далее, у многих родителей, плюс кто-то служил где-то неблагополучно, неудачно в свое время из родителей, отец, там, дедушка, бабушка, слухи опять же, там, и так далее. И у многих родителей сложилось уже такое мнение, впечатление, что армия – это все плохо, армия – это неуставные взаимоотношения на каждом шагу. Хотя, на самом деле, все совсем не так. И побывав здесь, встретившись, пообщавшись, увидев все своими глазами, они понимают, что действительно все условия для нормального прохождения службы созданы. Уже 16 июня нынешние новобранцы примут военную присягу на территории Брестской крепости.